Друзья, всем привет! Это Никита, вы на канале БЗначит Бизнес и это видео про бизнес на автомате силомер спустя один месяц. И вот конкретно в этот день у нас было сыграно 31 игра. Что касается нашей локации, то мы находимся, напомню, в ТЦ в пригороде. Арендная ставка у нас 5000 рублей в месяц и за вторую неделю 4514 рублей. Как вообще люди играют, как может реагировать? Пьяные чуваки играют. Мы приехали на автомат, прошел ровно месяц и сразу что могу сказать, по сравнению с другими автоматами, как например автомат Хватайка, автомат силомер действительно посещать часто нет необходимости. Я уже говорил об этом в первом видео, но просто повторяюсь, потому что это действительно удобно. То есть мы были у автомата на данный момент всего два раза. И вот третий раз, юбилейный можно сказать, мы находимся около автомата силомер. И что интересного я могу заметить? Ну, во-первых, автомат Хватайка просто телепортировался и разместился в другом месте. То есть, ну, собственники явно передвинули автомат Хватайка. Вы, кстати, об этом многие писали в комментариях. Наш автомат может быть опасен для автомата Хватайка, что могут разбить стекло, так как они стоят рядом. И просили отодвинуть наш автомат. Ну, оцениваем состояние визуального автомата. Все четко, с терминалом, как я и говорил, он за защитным стеклом. Здесь все безопасно. Здесь тоже стекло, все хорошо. Ну, какие-то минимальные там заляпанности. Сейчас тряпочкой аккуратно протрем. Наклейки тоже все на месте. Так, чуть где-то, может быть, подзатерлись. Вот здесь вот где-то. На сегодняшний день автомат простоял у меня здесь ровно 31 день. И что я могу сказать? Ну, во-первых, не было ни одного звонка по моему номеру, по телефону поддержки. То есть всем, значит, все ясно. Правила игры, для чего этот автомат и как в него играть. Что касается нашей локации, то мы находимся, напомню, в ТЦ в пригороде. Арендная ставка у нас 5000 рублей в месяц. И на данный момент по трафику, в принципе, каких-то особых проблем у нас нет. Так как здесь есть, я напомню, ресторан, есть детский центр развлечений, такой довольно-таки крупный. Есть FixPrice и другие магазины, наши соседи. Но мы и не на максимуме. Потому что здесь раньше был крупный продуктовый магазин сетевой. Потом он отсюда съехал. И вот сейчас ожидается открытие нового такого магазина. Все собственники здесь ждут открытия этого магазина продуктового. Мы тоже его ждем, потому что из-за этого, благодаря этому увеличится должен трафик. Пока что вот находимся в режиме ожидания. Но что касается переезда на улицу. На данный момент, пока мы остаемся здесь, здесь все-таки автомат в большей сохранности, в тепле. Ну и если вдруг у нас что-то совсем пойдет на спад по выручке, то переедем уже и раньше весны. В общем, будем смотреть по обстоятельствам. Сейчас произошел такой приятный и неожиданный момент. Мы встретили подписчицу канала «Бе значит бизнес». Вот, то есть она буквально подписана на нас, смотрит видео. Это очень приятно. И первый раз, на самом деле, в истории канала такое произошло. Ты сказала, что, в принципе, да, люди проявляют интерес к силомеру. Она здесь часто бывает, так как у нее магазин, собственно. И говорит, что люди заметно проявляют интерес, подходят, играют. То есть она тоже это видела. Ну а мы всегда общаемся еще с соседями. Я всегда стараюсь заходить к соседям. Здесь у нас химчистка, магазин вейпов и так далее. И общаюсь, спрашиваю, насколько им со стороны это видно, так как они каждый день здесь работают, сидят, находятся здесь каждый день. Здрасте. Мы вот автомат силомер. Подскажите, вы, может быть, так видите, как вообще люди, ну, активно играют, подходят или... Подходят? И дети, и взрослые, и девушки, и парни. А, то есть и девушки играют, и парни. На видео снимают еще. На видео снимают, как играют? Понятно. Ну а так вообще никаких проблем, ничего неудобств не доставляет. Понятно. Нормально, мы уже привыкли. А, ну хорошо. Здрасте, еще раз, извините, что отвлекаю. Да, это силомер, автомат у нас стоит. Хотел спросить, как вообще, вот когда сидите, вам, особенно здесь обзор, да, такой прямой, как вообще люди играют, там, как может реагировать. Пьяные чуваки играют. Пьяные чуваки играют. Понятно, нам тут сказали, что... Вечером игра. С 6-7. А откуда вот из ресторана люди, из ресторана? Только оттуда. Ну, в принципе, трафик-то другого нет. Ну да, понятно. Да, в основном вот ребята спускаются в компании. Ну и компаниями. Да, ну, то в компании имеют фигач. Ну, понятно. Да, 1-2 начинает. Поэтому, в основном, чайные люди. Ну, ясно, а так. Спасибо. А так, по вот этому магазину, здесь же еще должен открыться, да, какой-то продуктовый, тогда, наверное, трафик увеличится. Но нам этот магазин обещают уже все где-то. Да? Уже давно, что-то. Ну, в общем, вот так вот, пообщавшись с соседями, мы уже поняли, что основной трафик у нас идет с ресторана, что играют и пьяные чуваки, и женщины, ну, уже, наверное, не пьяные, и дети играют. Вот. И, конечно же, все тоже ждут открытия продуктового магазина, чтобы увеличился трафик. Итак, итоги месяца. Месяц у нас 4 недели. И сейчас по каждой неделе быстренько пробежимся. За первую неделю, как вы уже знаете из первой серии видео, автомат принес нам выручку в 8230 рублей. За вторую неделю сразу видно спад практически прям в два раза, связанный, я думаю, с тем, что, как правило, в первую неделю и вообще в первое время, да, в первые дни, так как автомат новинка в этом месте, до этого, я думаю, такого здесь не стояло. Обычно больше активности и люди гораздо больше проявляют интереса к чему-то новому. За вторую неделю 4514 рублей. Я все это уже говорю за вычетом комиссии. У нас с каждой операции, с каждой игры, да, берет банк по терминалу эквайрингу комиссию. Дальше. За третью неделю автомат принес еще чуть меньше, но не сильно. 3 тысячи 625 рублей. Ну и за четвертую неделю, это текущая вот неделя финальная, автомат принес 5724 рубля. Итого суммируем все 4 недели, выручку за 4 недели, получаем общую выручку за месяц 22 093 рубля. И учитывая, что расходы у нас только на аренду, это 5000 рублей в месяц, благо нет никаких расходников, получается прибыль за месяц 17 093 рубля. Вот такие вот цифры получились. За первый месяц, учитывая, что это не самая супер проходная локация, да, я это признаю, не так просто нам было ее выбрать. Но, тем не менее, какая-то локация, первый запуск, я считаю, это довольно-таки неплохие цифры. И наш автомат силомер и терминал, который мы на него установили для безналичной оплаты, начали уже потихоньку отбиваться. Я напомню, что у ребят, у которых мы приобретали терминал для безналичной оплаты, да, на автомат силомер, у них есть личный кабинет, то есть на сайте личный кабинет. И там, собственно, я вообще отслеживаю всю статистику, все показатели и всю выручку. Вот как раз здесь я сейчас покажу вам по каким-то отдельным дням. Я выставляю вот день здесь по календарю, выставляю, собственно, время утром, там 8 утра я обычно ставлю, и до 23-30 вечера. И вот конкретно в этот день у нас было сыграно 31 игра. То есть как бы сразу умножаем на 2 с точки зрения ударов, да, то есть получается 62 удара было, но тем не менее 31 оплата, да, по 50 рублей. Здесь можно увидеть кое-какие детали, то есть, да, там последние цифры карт. Я уже об этом в первой серии видео говорил, чтобы можно было посмотреть, сколько раз один и тот же человек сыграл. Вот здесь мы видим, например, и по 3 раза играют, и по 2 люди, но тем не менее вот есть такие сочные дни, в которые играют, например, вот 31 раз. Это 1550 рублей выручки за день. Так, теперь посмотрим буквально следующий день. Также вот выставил с 8 утра до 11.30 вечера. Я нажимаю применить, уже пальцы замерзли, просто не попадают по экрану. И в этот день он у нас тоже был довольно-таки сочный, там сыграли у нас всего 27 раз. Просто вот было здесь, кстати, крестиком отмечаются отмененные транзакции, то есть те, которые не прошли оплаты. Это, кстати, могло быть из-за того, что, например, не было денег на карте, да, ну или по какой-то технической причине, но обычно это не часто бывает. То есть вот здесь, например, сыграли 27 раз. Это тоже ближе к полутора тысячам рублей. Ну и есть, конечно, не такие жирные дни, так скажем, по выручке. Например, вот в один из будних дней здесь смотрим 12 игр всего было в день, но тем не менее все равно это больше 500 рублей, поэтому нормально, я считаю. Ну и есть дни, когда было сыграно 15-20 игр. Есть даже те, где было там всего игр 8-9, но сильно меньше, там, по крайней мере, 7-8 я особо не видел. Может быть, только в какие-то отдельные дни. Ну и когда мы поделим нашу выручку, это 22 093 рубля на 31 день, мы получим, что 712,5, ну 713 округлим рублей. Это средний чек у нас по выручке в день с автомата силомер. Что, считаю, в принципе, для первого месяца неплохо, еще раз повторюсь. Ребят, ну и как вы уже знаете, компания Rocky Boxer, это компания-производитель автоматов силомер. Оригинальный автомат силомер из качественных комплектующих и тот самый автомат, который производится уже несколько лет на рынке. И предприниматели активно приобретают эти автоматы не только по России, но и по всем странам СНГ. Я в описании оставлю ссылку на сайт Rocky Boxer, поэтому если вы хотите начать такой же бизнес на автомате силомер, то обязательно переходите в описании, выбирайте автомат силомер, который подходит именно вам, и начинайте свой бизнес на автомате силомер. Все ссылки в описании, компания Rocky Boxer. Ну что ж, ребята, это была вторая серия видео про бизнес на автомате силомер от Rocky Boxer. Обязательно поддержите это видео лайком, мы очень старались. Напишите в комментариях свое мнение, что думаете о таком бизнесе, и я напоминаю, что за случайный комментарий вы можете получить 1000 рублей. А вот и победитель, кстати, из прошлого видео. Поздравляю, 1000 рублей твоя. Поэтому обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал B Значит Бизнес. С вами был Никита, до встречи в третьей серии. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok